приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы близится жаркое лето и это значит что нам очень скоро захочется очень часто и много удалять жажду конечно ее можно удалять пивом чем-нибудь покрепче кому-то больше заходит вода а мы с вами сегодня поговорим о квасе который имеет более чем тысячелетнюю историю квас славянский напиток который изготавливается уже более тысячи лет что интересно что на украинском русском и белорусском слова квас звучит совершенно и одинаково до 12 века на территории киевской руси квас был алкогольным напитком и был крепче обычного пива поэтому пьяниц называли квасники отсюда и современная интерпретация этого слова квасить на перу который князь владимир закатил в киеве в честь крещения руси квас был основным алкогольным напитком не пиво не питьевой мед а именно квас далее в ходе истории бухалова смещалась в сторону пиво вина и в начале 20 века конечно же в сторону водки а квас начал становиться прохладительным слабо алкогольным а потом и совершенно безалкогольным напитком так середине 20 века квас стал одним из любимейших напитков населения нашей страны в частности я когда был маленький каждый день но практически каждый день в ходе летних каникул был посылаем своим отцом с трехлитровой банкой бочки кваса я думаю что мои ровесники очень хорошо помнят как это выглядело набирал трехлитровую банку приносил ее домой и вся семья в течение знойных летних дней наслаждалась приклад прекрасным квасом сегодня друзья мы с вами приготовим квас из квасного концентрата состоит это бодяга из смеси солодового экстракта ячмена солодового экстракта и ржаного солодового экстракта экстрактивность сахаров 60 процентов купить квасной солодовый экстракт конечно же можно в интернет-магазине крафт-стор ссылочка на интернет-магазин в описании а мы с вами приступим к приготовлению мы сегодня приготовим две порции кваса по 2 литра в описании ролика вы найдете также ссылку на текстовый пошаговый рецепт приготовления кваса который размещен на сайте крафт-стор там будет развесовка из расчета на 3 литра соответственно на стандартную трехлитровую банку у меня просто нет доступа к стеклянным банкам сейчас поэтому я вынужден использовать вот такие вот двухлитровые емкости и почему я готовлю два вида кваса один вид кваса мы приготовим на дрожжах до квас у нас будет от слабоалкогольный напиток как он и должен быть слабоалкогольный а второй вид кваса мы приготовим на изюме на поверхности изюма также содержится дикие дрожжи они запустят процесс брожения и собственно говоря выработают нужную нам углекислоту которая сделает напиток газированным я сегодня буду использовать спиртовые дрожжи просто по той причине что они у меня есть открытые на самом деле можно использовать хлебопекарские сухие дрожжи и нам понадобится 100 грамм квасного сусла на 3 литровую банку я буду брать немножко меньше буду брать на двухлитровую примерно 70 грамм килограмм квасного сусла стоит у нас 220 гривен из него можно сделать 30 литров кваса ну соответственно литр кваса обходится примерно в 2 гривны и немножко вашего времени забегая вперед скажу что квас мы получим через два дня такая вот субстанция очень вкусненькая сюда же добавляем на два литра соответственно стакан сахара на три литра у нас уйдет полтора стакана сахара горячей водой все это нам необходимо хорошенько размешать до получения однородной массы далее в емкость набираем воду температурой примерно 20 градусов с учетом того что здесь у нас температура градусов 70 80 нам в результате надо получить раствор который имеет температуру 25-30 градусов точно также приготовлю вторую порцию кстати хочу сказать что на изюме я еще квас никогда не готовил и сегодня у меня будет эксперимент чистой воды получится он или нет я не знаю все дело в том что это магазинный изюм и вполне возможно что он обработан антибиотиком и дрожжей на его поверхности нету конечно же из домашнего изюма который вы купите на рынке у вас квас получится на тысячу процентов друзья по поводу текстового пошагового рецепта я уже сказал сюда мы отправляем изюм во вторую порцию мы отправляем буквально вот так вот на кончике чайной ложечки дрожжей рассыпаем по поверхности и все это закрываем крышками но не очень плотно дело в том что когда начнется процесс брожения начнется выделение углекислоты соответственно и если плотно закрыть емкость то она взорвется оставляем эти две емкости на сутки в теплом месте я их сейчас поставлю возле батареи и в принципе температура в помещении 25 26 градусов идеально для запуска процесса брожения и пока наше квасное сусло будет бродить друзья предлагаю вам посетить интернет магазин craft store ссылочка конечно же в описании ролика у нас вы можете приобрести самый большой в украине выбор ингредиентов и оборудование для домашнего крафта в одном магазине у нас есть все огромнейший выбор дрожжей различные дубовые элементы для настаивания есть наборы для настаивания есть всяческие пеногасители ферменты осветлители все что надо для домашнего крафта также самый большой выбор оборудования ректификационные колонны и вискарные колонны большой выбор автоматик различных регуляторов электрооборудования и огромный выбор мелочевки фитинги сгоны краники все что вам может понадобиться в нашем хобби а мы с вами встретимся завтра утром и продолжим работу с нашим квасом до освежающего напитка нас отделяет 48 часов на следующее утро видим явные признаки брожения причем чисто визуально видно что квас с изюмом забродил значительно меньше чем аналогичный напиток без изюма теперь необходимо его перелить при этом минимально на рукожопив и отсыдив изюм в бутылки бутылки конечно же маркирую чтобы потом не перепутать нормально уже так пенится и нам надо чтобы напиток газировался газироваться он будет естественным образом пивоварение этот процесс называется карбонизация за счет того что происходит процесс брожения дрожжи будут выделять углекислоту этой углекислоте в закрытой герметично бутылки некуда выходить и собственно говоря она будет растворяться в напитке насыщать его что-то у меня меньше получилось чем два литра да и ладно насыщать его и напиток будет становиться газированным соответственно помещаем бутылки вернее оставляем бутылки на несколько часов при комнатной температуре после чего помещаем холодильник на сутки и завтра мы с вами будем наслаждаться отличнейшим квасом забегу вперед я его попробовал в просто потрясающий на следующий день можем насладиться прекрасным напитком сразу же скажу что достаточно хорошо газировались оба кваса и вот отлич отлично сработали у нас и дрожжи вот этого дрожжевой и изюм также газировал квас причем настолько хорошо газировал что мне придется подождать минутку пока из него выйдет немножко углекислоты дрожжей я сюда кухнул на глаз и лучше так не делать их получилось достаточно много как видите этот этот напиток очень сильно пенятся друзья мне хотелось показать вам какой домашний квас получается пенный и вместо положенного часа я его продержал реально после разлива по бутылкам примерно часов 6 думаю пусть лучше газируется в результате он газировался так что эти газики оттуда очень сложно выходят то есть по степени газированности у меня квас получился как хорошее пиво особенно тот который я делал на дрожжах я реально сидел только что пять минут и ждал пока хотя бы немножко выйдут газы и дадут мне возможность откупорить полностью бутылки друзья хочу заметить что этот квас имеет несколько процентов алкоголя обычно от одного до полутора процентов поэтому этот напиток не рекомендуется пить если вам необходимо садиться за руль примерно так же как бы за алкогольное пиво давайте будем пробовать это у нас первый с изюмом так как все-таки на изюме были дикие дрожжи то процесс брожения не такой активный но тем не менее напиток получился очень газированный и друзья это реально квас из детства ларис ты должна попробовать это слушайте это точно такой же квас как мы покупали из бочки это вообще фантастика давайте попробуем на дрожжах вот я не знаю на изюме как тебе похоже правда вот на тот бочковой настоящий квас я думаю там технология такая же была хотя он был совершенно безалкогольный наверняка его газировали все-таки углекислотой они процессом естественной карбонизации но при этом вкусовые ощущения просто невероятные бутылированный квас такой не купишь это точно я вам хочу сказать совершенно честно тот что на изюме реально вкуснее этот который на дрожжах все-таки дрожжи культурные запускают процесс брожения очень активно наверное их надо уменьшить дозу раза в три потому что здесь он похож на пиво этот уже похож на пиво но в нем реально нет алкоголя плюс я дрожжи или есть очень мало я дрожжи использовал спиртовые что тоже лучше конечно использовать хлебопекарские на мой взгляд но я не стал заморачиваться и давай меняться мне тут больше нравится вот этот вот который на изюмчике это вообще какой он крутой слушайте вот какой-то рисковатый правда ларис этот этот такой мягкий нежный аж бархатный вкус насыщенный все-таки изюм реально рулит мы с лариса еще раз провели дегустацию и реально выигрывает сто пятьсот раз квас который просто на диком на диких дрожжах на изюме он получился потрясающий просто потрясающие друзья с удовольствием представляем вам такой лайфхак на жаркое лето можете наделать себе прям в пятилитровых баклажках единственное что обязательно после того как разлили на бутылки после брожения часик в тепле чтобы он нас насытился углекислотой и далее в холодильник для того чтобы дрожжи умерли и не продолжали перерабатывать сахар в углекислоту не в углекислоту по сути они сахар-то в алкоголь перерабатывают углекислота это побочный продукт жизнедеятельности а нам нужен напиток минимально алкогольный я в восторге от полученного результата с удовольствием делюсь с вами обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк данному видео и оставайтесь с нами мы готовим для вас много много интересных новых видеоматериалов всего доброго пока